Друзья, приветствую всех! Это система. Как обычно, подводим итоги недели, анализируем события, комментарии, заявления, что осталось за кадром. А за кадром остается, поверьте, очень и очень много. Поговорим сегодня о прогнозах, ближайших трендах. Сделаем сегодня вместе с известными экспертами-политологами Владимир Фисенко, руководитель Центра прикладных политических исследований ПЕНТА и Руслан Бортник, эксперт, директор Украинского института политики. Здравствуйте. Давайте начнем с этого, я называю, Вики Ликса, Пентагон Ликса, который уже будоражит, наверное, неделю умы, как оказалось, документы гуляют, по-моему, с начала марта. То есть, что на самом деле произошло? Мы, кстати, сделали на системе материал, где детально рассказали, ну, в том числе, проанализировали версии, кому это может быть, поэтому обязательно подписывайтесь, посмотрите. Ваша версия, как вы считаете, откуда растут ноги, Владимир? Нет, ну, ноги растут из Пентагона. Вот проблема, где и как вытекло, каким образом потекло и кто источник этой утечки, он один или их несколько. Ну, мне кажется, вот три момента отмечу. Первое, реальные проблемы, то есть, течет, в том числе, и реальные документы. Иначе бы не было такой реакции Белого дома, такой озабоченности. То есть, документы реально, да, все-таки считаете? Не все. А вот второй важный момент, я думаю, что часть документов, ну, уже по некоторым уже есть экспертиза и подтверждение, что документы либо сфальсифицированы, ну, потому что нашли, как бы, похожие документы, одни документы более похожи на аутентичные, кстати, по потерях российско-украинской стороны, а вторые явно искажены, да. По другим документам есть сомнения, потому что, ну, скажем так, по деталям, по формату, не всегда совпадает с тем, как это реально оформляется у американцев, либо в отдельных ведомствах, ну, и эксперты высказывают сомнения, либо, ну, скажем так, определенное недоверие, вот, к некоторым документам. Ну, а часть документов используется в так называемых ИПСО, информационно-психологических спецоперациях. То есть, документы могут быть реальными, но их используют в конкретных целях. Согласен, но для меня, вы знаете, важны другие вопросы. Для чего Пентагон подтвердил аутентичность, как минимум, части этих документов? Для чего они легализированы в информационном пространстве? Вот для чего? Могли бы я ведь сказать, что это все фейк? Ну, часть документов явно используется, например, ну, они, вот, публикация в Нью-Йорк Таймсе, это переход в контрнаступление. Ну, отчасти, чтобы снять проблему с критикой в адресе ведомства, Белого дома, а явно был пиар показать, как глубоко мы внедрились в Россию, в российские спецслужбы и так далее. А второй вопрос, но это открытый вопрос, потому что Пентагон, количество людей, которые имели доступ к этим документам, оно очень ограничено. Всегда можно было бы сказать всем молчать, все эти документы фейк. Раз. А во-вторых, почему сейчас? Документы потекли в январе, лежали на серверах. Я уверен, что спецслужбы засекли еще тогда эту утечку. Только потом кто-то подсказал СМИ, что надо обратить внимание на эти документы, и эта тема начала раскручиваться через медиа. Вот версия, почему действительно Пентагон не признал, как бы больше говорит о том, что, по-моему, все-таки тогда это дело рук самого Пентагона. Это, скорее всего, или дело рук самого Пентагона, или игра республиканцев против демократов. Нет, но игра республиканцев точно есть. Это уже как последствия. Чтобы продемонстрировать некомпетентность демократов в сфере государственной безопасности. Кроме того, это имеет эффект и на Украину, мы его прекрасно понимаем. То есть на нашу ситуацию влияет. Потому что, скорее всего, этот слив повлияет на планы о контр-оступлении. Сместит даты. Может привести к смещению доставок. Кстати, вот смотрите, я вот обдумал тоже. Потому что все оценивают не потому, что там опубликовано. Не из-за этого. А из-за того, что все оценивают глубину слива. Все не понимают, все ли опубликовано. Или потекло намного больше. Вот у меня по этому поводу версия. Вот смотрите, если бы этого констандала не было, то его, как говорится, нужно было бы придумать. Вот фактически, в какой мы реальности жили. То есть американцы готовили нас к контр-оступлению. Все знали, что кто-то давил, кто-то не давил. Украина готовилась к контр-оступлению. Русские знали, что готовимся. Даже исходя из того, что мы видим, что вещает их пропаганда. Они знают, что мы готовимся к контр-оступлению. То есть у всех понятная картина. Вопрос только один. Условно говоря, когда и в каком месте. Но даже военные эксперты уже показывали. И тут сейчас, смотрите, что происходит. Буквально за две недели смешали полностью все карты. Я уже европейцы от этого вброс тоже в шоке. Потому что я не понимаю, что еще может быть вылета. То есть, видимо, какую-то часть информации они видят достоверной. Русским смешали все карты. Я не верю, кстати, в то, что это может быть русский. Вот какая у вас версия? Нет, русский использует. Русский использует. Понимаете, вот почему мы не можем однозначно сказать. Я с сомнением отношусь к конспирологической версии. О том, что это целенаправленный слив. Потому что проблем для Белого дома, вот мы сказали про республиканцев, больше, чем каких-то позитивов. Проблемы от этого слива? Да, конечно. Потому что это подрывает, ну, не то чтобы совсем доверие, подрывает. Ну, дезинформация русских. Нет, ну, можно обвинять русских. Ну, вот. Ну, марки слабости в любом случае. Ну, да. Некометентность. Да, и скандал. Это скандал. Скандал, который так иначе бьет по Белому дому, по руководству Пентагона. Поэтому я пока вижу для них больше потерь, чем выигрыши. Я не вижу катастрофы и каких-то там критических проблем. В том числе, кстати, и для темы контрнаступления. Я больше проблем для нашего контрнаступления вижу от того, что уже 4 месяца мусолит эту тему. И перегретое ожидание, завышенное ожидание. Плюс, ну, уже все знают, и все, кому нужно готовиться. А вот именно психологический разогрев, он играет негативную роль. А изменение планов, кстати, я думаю, уже происходило неоднократно. И будет воздействием. Еще будет произведено. Ну, и под воздействием этого в том числе. Кстати, вот хочу еще напомнить. Помните, где-то месяц назад или полтора был одновременный вброс, по-моему, у 4 крупнейших западных изданий о том, что украинская армия не готова, мобилизированные крайне низкого уровня. Там, по-моему, даже был скандал с одним из руководителей подразделения, который дал интервью этому изданию. Ну, Купол. Да, 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 Купол. И, ну, то есть это же тоже воспринимали как некую информационную операцию, потому что сразу 3 или 4 издания одновременно выдают такую информацию о том, что украинские войска не готовы. И это же тоже рассматривали с позиции того, что это очень такой, извините меня, кривой пиар, ну, не пиар, кривая информационная компания. Или сигнал. Или сигнал, да. Это на самом деле, ну, давайте не представлять американцев как, во-первых, некий консолидированный субъект. Там тоже разные люди, в том числе с разными партийными взглядами, с разными убеждениями. И целями. Да, и с целями тоже, да. Даже в администрации Байдена есть люди, которые по-разному оценивают и ход войны, и ее перспективы, и то, как она должна завершиться. Поэтому оценки разные. Я вот смотрел эфир с журналисткой, которая делала это интервью с Куполом. Она, ну, не то чтобы оправдывалась, но вот есть интересный материал. Тут работает журналистский инстинкт. Да, вот появился сенсационный материал, да, его надо использовать. То, что он потом появляется, так или иначе, еще в трех раздать. А это уже волна. Это уже, потому что если у кого-то есть похожий материал, они продолжают. По нашему разгону. Ну, можно так сказать. Смотрите, еще по этим материалам хочу, чтобы мы не рассматривали только с такой украиноцентричной точки зрения. Да, совершенно верно. Потому что большой блок, больший блок посвящен Китаю, индо-тихоокеанскому региону. И его значительную, и сейчас, более того, все стороны сейчас пытаются в этот материал вставить свою часть. Свои какие-то серии, подработать что-то еще. А тем занимается Россия и не только. Кстати, этот материал повлиял, скорее всего, в какой-то мере, возможно, и на визит, и на последствия визита Макрона в Китай. То есть все это замешано. И, возможно, Украина была, украинский кейс был здесь привлекающий внимание, скажем так, наживкой. А цель была другая. А цель была, наоборот, славить позиции США или продемонстрировать какую-то их враждебность в Индо-тихоокеанском регионе. Ну, кстати, вот опять-таки контраргумент, что это был целенаправленный слив. Информация очень хаотичная. Там нет какого-то единого цельного фолдера с набором информации только по Китаю, только по Украине. Вот мы видим, это какая-то мозаичность, причем именно хаотичная. То по Украине, то Южная Корея, то Турция, да, то там Британия вылезла. Но и тех, кто сливал, он же понимал, как это надо. Нет, ну это, кстати, вот тоже подводит к каким-то, скажем так, странным выводам. Чат и умышлению. Ну да, но откуда? Если, допустим, вот это был случайный человек, ему попали в руки какой-то массив информации. Как правило, он должен быть как-то систематизирован, тогда было бы понятно. А так, если это рядовой клерк, почему такая разная, разрозненная информация по разным темам, по разным темам? Так кто же геймер, он же в этом ничего не понимает. Да нет, ну он не геймер, а военнослужащий. Если взять за основу. Если верна эта версия. Хорошо, как это действительно может повлиять на контур наступления вообще в целом? Ну сейчас все оценивают глубину потерянной информации. Исходя из этого, будут уже формировать свои позиции генеральные штабы. Надо понять, что потекло, насколько оно правдиво потекло, насколько противник знает о наших планах. Но дело в том, что сейчас невозможно информацию спрятать. Ее можно только утопить в дезинформации. Поэтому вот это ожидание контрнаступления, оно на самом деле, конечно, формирует с одной стороны завышенное ожидание страны общества, которое могут быть потом использованы противником в этой части. Но с другой стороны, мы же всю зиму ожидали российского большого наступления. А его не произошло. А его не произошло. То есть эффект такого разрушительного для России в этой части тоже нет. С контрнаступлением может быть та же история. Ну, риски, во всяком случае, велики, да. Потому что, ну, поскольку, да, тема уже такая перегретая, поскольку это все известно, готовились. И мы видим там массу информации, эшелонированная оборона даже в Крыму, на Донбассе и так была эшелонирована. Я думаю, она укреплена по отдельным направлениям. На юге, судя по всему, тоже. Вот главная проблема сейчас, где наступать? Фактора неожиданности точно не будет. Единственное, да, будет такая, я бы сказал, стихийная дезинформация. Потому что столько разных версий, да, все возможные направления, они уже, как бы, проговорены. А где именно будет? И просчитаны штабами. Да, вот тяжело будет действительно найти какое-то уязвимое, слабое место. И добиться такого эффекта, который был в Харьковской области, когда фронт обвалился. Ну, ты даже по факту анонсировали Херсонское наступление. Да, а получилось в совсем другом месте. А сейчас такого эффекта уже не будет, к сожалению. Давайте еще про контрнаступление. Понятно, что детали неизвестны, вряд ли мы сейчас надо это обсуждать. Что будет после контрнаступления? Ну, вот Данилов сказал, что оно уже идет. Это как раз попытка, мне кажется, выйти, exit strategy найти из этой ситуации. Сказать, что не ожидайте его завтра, послезавтра, через месяц. Оно уже идет. Мы будем принимать решения, исходя из динамики, которая есть на фронте. Какая реальность у нас может появиться после контрнаступления? То есть, вот прозвучало, что действительно есть некий фактор завышенных ожиданий, да, украинского общества, контрнаступления. Вот мы сейчас пойдем и так далее. А, ну вот. Ну, смотрите, во-первых, есть ожидания, и вот я думаю, это была главная ошибка, даже два я бы сказала ожидания, что это наступление будет масштабным, одномоментным, и мы освободим все. Причем, даже некоторые официальные лица, не буду в суе называть, прогнозировали по поводу того, что летом уже и Крым будет наш. На мой взгляд, к сожалению, но этот сценарий выглядит крайне маловероятным. Даже в силу вот тех данных, которые мы узнали из этих утечек по поводу возможных резервов, 300 танков недостаточно для наступления по всей линии фронта. Я думаю, что у нас, как и у русских, проблема такая же. Мы не можем наступать широким фронтом по отдельным направлениям, если удастся найти, удастся прорваться, может быть, да, получится. Самый идеальный вариант, на мой взгляд, который возможен, если нам удастся выйти в результате контрнаступления на Азовское море и на административную границу с Крымом. Это самый идеальный вариант. А вот дальше начнется проблема общественного мнения, потому что всегда найдутся зародофилы, которые скажут, почему не освобождают Крым, почему остановились, почему не идем дальше. Да, война до победного конца. Ну, с дивана всегда. Да, но еще один важный эффект, и к которому нас готовят как раз и западные партнеры, что после контрнаступления, я думаю, это будет не раньше октября-ноября, но должны начаться не столько переговоры, сколько консультации. Причем, я думаю, они будут параллельно идти, вот как по зерновой сделке, отдельно с нами, отдельно с русскими. А как быть дальше? Как дальше ситуация будет развиваться? А здесь опять сошлюсь на утечку. Я считаю, это очень вероятный сценарий. И вот похоже, что у русских есть стратегия затягивания войны, войны не масштабной и интенсивной, а такой скорее позиционной, как минимум до 2024 года, то есть до выборов США. Ну, кстати, об этом уже в этих же действительно утечках и было. Ну, один из материалов, но это логично, это логично. Я об этом вот говорил в одном из таких вот, в одной из таких бесед, еще, по-моему, недели две назад. Ну, это сценарий достаточно логичный. Это не то, что там какие-то аналитики, там мы раскрыли хитрые планы Кремля. Но вот общество не готово к этому. И вот каким будет настроение в обществе к концу года, разочарование будет, будет охлаждение, какой-то эмоции после вот этого всплеска высоких ожиданий. Это вот, может быть, будет главная проблема, главный вызов. Поэтому придется менять планы и военным, и политикам. Я думаю, что придется, может быть, перестраиваться на более сложные, более противоречивые сценарии. Ведь неспроста постоянно забрасывается про это окно возможностей, да, которое существует якобы до осени, что вы все, что до осени заберете, все ваше, потом начинаются выборы. А почему до осени? Потому что очень необходимо будет определяться в отношении того, с какими вопросами, набором вопросов, повесткой дня, стороны пойдут на американские выборы, которые будут глобальны, будут иметь глобальные результаты. То есть пойдет ли Байден с темой, там, не знаю, мира или с темой продолжения противостояния оси зла? То есть, ну, это вот так. Это же тоже зависит от результата фонда операции. Будет формироваться вот набор вопросов, набор тем и ситуация, в которой будут проходить выборы. Я уже говорил, еще повторю, это мне считаю очень важно, об этом, кстати, говорят китайцы, ну, не публично преимущественно, о том, что они считают, что США в этом конфликте, США тоже увязли, не только Россия. Потому что от хода войны в Украине зависит внутри политической ситуации в США. Если Украина начнет проигрывать войну, хотя бы номинально, символически, то ситуация для Байдена внутри американской политической системы будет ухудшаться. Во время выборов тоже. И для США тоже ищут exit strategy из этой ситуации хотя бы на период выборов. Путину тоже выборы, напомню. И не факт, что Путин заинтересован проводить выборы под аккомпанемент воздушных тревог и ударов украинских дронов по территории России. И действительно осенью будет окно возможностей. Когда стороны снова начнут консультации, переговоры, может быть посредники, в отношении возможного замораживания хотя бы временного этой войны. Или в отношении вообще завершения этой войны. Потому что она будет нести в будущем для политических лиц уже больше рисков, нежели преимуществ. Ключевые преимущества этой войны политические уже вычерпаны. То есть консолидация Запада вокруг США, переток капиталов в США, ослабление России и замыкание ее в Евразии без доступа к Европе, усиление роли Китая. Можно много бы что считать. Все ключевые преимущества уже вычерпаны. Дальше больше, больше, больше рисков. И еще по контраступлению. Напомню, что на Херсон наступали дважды. Сначала было не очень успешное наступление и удалось освободить Береславский район. Вот там север, высокую часть. Потом был удар на Харьковщину, потом снова на Херсон. Поэтому я не исключаю, что даже вот это малое наступление, тактика многочисленных малых наступлений будет взята на вооружение. Любой успех, даже символический, даже райцентр, какие-то населенные пункты. Все будет очень позитивно восприниматься украинским обществом, которое будет готово терпеть дальше. Лишь бы территория освобождалась хотя бы постепенно. Каскадность. Вот, кстати, это один из возможных вариантов. Причем могут быть и тактика отвлекающих ударов. Удар наносится сначала в одном месте, там концентрируются войска, а потом резервы бросаются на другое направление. Ну, это один из возможных тактических вариантов. И действительно, с высокой вероятностью не стоит зацикливаться на каком-то одном большом масштабном наступлении. Может быть, вот несколько таких вот, несколько ударов. Как там все время говорили, уже забыл, сколько там сталинских ударов было в годы Отечественной войны. Да. А здесь вот могут быть, я знаю, сколько-то ударов заложенного, да, в зависимости от ситуации и тактических потребностей. Но я вот к переговорам отношусь пока очень сдержанно. Вот опять-таки ссылаясь, Вашингтон-Пост, по-моему, была, да, эта публикация. Я во многом согласен с их выводами, но это очевидно, что сейчас обе стороны не готовы к реальным переговорам. Есть, как бы, завышенные ожидания не только у населения, разогретой пропагандой, естественно, ну и просто желанием, чтобы война закончилась. А есть еще и политические установки, плюс факты войны. Ну вот это последняя история, драматичная, трагичная и зверская, да, отсекание головы. Искалирующее преступление в итоге. Конечно, да, да, да. Это влияет на эмоцию, да. И вот эта эмоция «убей врага», да, с таким врагом нельзя договариваться. Это повлияло год назад, вот после Бучи. И это, конечно, может оказывать влияние и дальше. Поэтому я скорее ожидаю вот зондажа, когда будут зондировать ситуацию, насколько стороны готовы к каким-то переговорам. Но вот фактор зимы еще давайте учитывать. Потому что, да, эта зима для нас была непростой, но мы ее пережили, в принципе, относительно нормально. А что будет следующей зимой? Вот этот фактор тоже будет влиять. По 2024 году еще давайте принимать во внимание, про Китай вспоминали выборы на Тайване. И британские. Да, и британские тоже, и Европарламент еще, и Европарламент. Поэтому вот 2024 год, год выборов, значимых выборов в самых разных регионах. И вот этот фон международный, он, конечно, будет очень существенно влиять и на ход военных действий, и на переговорную ситуацию. Очень многие эксперты на Западе, я читаю много разных аналитических материалов, говорят, что все-таки склоняются, и, кстати, институт изучения войны туда же, что действительно война будет затяжной. И вот в связи с этим хотел спросить, вот это их инициатива об электронных повестках. Это все-таки признак затяжной больше войны, или это, скажем так, уже больше от безысходности? Потому что по-разному можно рассматривать инициативу, точнее, реакцию на эту инициативу общества. С одной стороны, да, можно контролируемо получить еще 500 миллионов, 2 миллиона человек, которые... 2 миллиона вряд ли. Я боюсь, что там обмундирование. Нет, я имею в виду чисто физически, потому как... Свои упадут. Если начнут ограничивать в праве на недвижимость, как они говорят, на вождение транспортного средства, но, с другой стороны, эффект обратный, то, что они сделали, ну, то есть он налицо, этот хайп уже сейчас введен во всех соцсетях. Как вы считаете? Ну, смотрите, вот война, мне кажется, она и для нас, и для россиян просто по-разному, в разных формах становится инерционной. Мы не можем из нее просто так выйти. И просчитываются разные сценарии. И вот для Путина, да, есть сценарии вот политехнологические, да, затянуть войны до 2024 года, да, чтобы использовать усталость Запада. А вдруг там действительно Запад сам пойдет на какие-то уступки. Либо там вдруг Трамп победит. Такие надежды тоже могут быть. Но вести масштабную интенсивную войну Россия тоже сейчас не в состоянии. Но готовиться, а вдруг что-то все-таки это контрнаступление, оно принесет серьезные потери для России, или вдруг удастся украинским войскам прорваться, что делать? Тогда новая волна мобилизации будет просто неизбежна. К ней надо подготовиться. Во-вторых, я думаю, что сейчас даже вот этот информационный шум, это, знаете, как такая прививка. То есть надо снять напряжение заранее. Пока не на словах. По-моему, они напряглись. Напряглись, так нет. Волна мобилизации, она создала серьезное социальное, психологическое и политическое напряжение в России. И сейчас этого тоже боятся. Дилемма для Путина – нужны новые бойцы. А с другой стороны, они боятся спровоцировать риски в общественном мнении, напряжение в общественном мнении. Накануне выборов. Да, 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 тем более накануне выборов. Но выборы, кстати, если вдруг военная ситуация будет негативно развиваться для России, я убежден тогда, ну или допустим, там вот тоже такой сценарий близкий к идеальному, наши войдут в Крым. Тогда военное положение вводится в России и вот тогда мобилизация. То есть это заранее. Заранее готовится, чтобы можно было использовать при необходимости. Да, конечно, это необходимость, во-первых, военная. Они готовят реестры мобилизованных в России, просто его нет. Он был советский, старый, бумажный. И даже мы намного лучше в состоянии находимся, потому что мы с 2014 года столкнулись с этой проблемой. И постепенно, шаг за шагом, создавали хотя бы отраслевые реестры. Например, реестр тех людей, которые имели статус участника боевых действий, служили в АТО, ООС, до войны и все такое. Мы были в лучшем. Они, у них система была абсолютно разрушена, потому что они, как и все западные армии, строили антитеррористическую небольшую армию не для тотальной войны. Сейчас они готовятся к тотальной войне, к длительной войне. И для этого им сначала необходимо оценить человеческий потенциал, ресурс, который есть в обществе. Они абсолютно не понимают, сколько у них мужчин, каких мужчин находятся. Как и в Украине тоже, но у нас в меньшей мере, в большей мере это стоит проблема. Для этого создаются. Ну и надо понимать, что тоталитаризм будущего, это цифровой тоталитаризм. Это цифровые, электронные способы контроля над обществом. Кстати, не только для войны. Да, не только для войны. И я не исключаю, что, во-первых, этот портал у них, госуслуги, он давно больше, намного раньше работает, чем ДИА, и охватывает намного больше общества, чем ДИА в Украине. А во-вторых, это тоже, возможно, шаг к другим, к цифровизации других процессов управления, электронным выборам и всему остальному. Тем более, они уже задействовали. Да, да, уже голосование с электронными выборами было. Пока такое полуэкспериментальное. Вы знаете, с какой стороны еще хочу спросить. Когда началась война, я, наверное, в каком-то таком недоумении был относительно результатов одобрения войны со стороны русских, потому что мы все видели тогда эти проценты, 80%, 70%. И мы со многими экспертами общались. Даже вот и с Фейгином, помню, обсуждали, и с Невзлиным. Я говорю, подождите, а что происходит с российским обществом? То есть оно не готово? Он говорит, вы не ждите, никакого взрыва не будет. А вот подобная инициатива, которая уже конкретно цепляет каждого, неужели не будет никакого, ну, я про взрыв не говорю, но, по меньшей мере, вот эта волна недовольства, она станет более заметной? Нет, 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 смотрите, тут вряд ли именно взрыв. Да, скорее, вот как было после первой волны мобилизации, будет рост тревожности, существенный рост тревожности. Воевать хотят все по телевизору. Совершенно верно, да, да. Ну, мы видели, даже в ходе войны, сейчас вот, ну, после того, как эта первая волна спала мобилизация, они успокоились, простые россияне. Да, поэтому поддержка войны – это форма лояльности. У них же была шоковая реакция. Вот первые дни после войны многие были в шоке, не знали, как реагировать. А потом, как бы, увидели, да, Путин за войну, да, государство за войну. Деваться некуда. Ну, и надо вооружать лояльность своему государству. Тут еще психологический феномен – ты за своих или против своих? Против своих, особенно когда война, всегда идти тяжело, психологически даже тяжело. А когда человек лоялен власти, привык так жить, ну, он будет поддерживать войну, вопрос в степени поддержки. Насколько сейчас они готовы дальше поддерживать? Сейчас тревожность, резкая рост тревожности, будут закрываться от войны. Вопрос, куда бежать и как прятаться. Вот это будет проблема. А вот сейчас уже некуда. Ну, вот я думаю, что рваться будет где-то, ну, точно. Вот как в первую волну мобилизации в Дагестане это проявилось. Да, и нарушение, я помню, да. Главное, я думаю, что вот зона риска будет – это все-таки крупные города. Это средние классы и крупные города, потому что, во-первых, концентрация населения. Во-вторых, там все-таки уровень лояльности был несколько меньше. Во-вторых, людям есть что терять. Одно дело в глубинке, ну, там люди более зависимы от государства. Это к чему-то может привести? Не сразу. Я думаю, скорее вот разрушение вот этого социального контракта между обществом и российской властью, вот этой системы лояльных отношений, начнется раздрайв. Вот будет проваливаться ткань прежних отношений. А что дальше – это вопрос. Общество может либо уйти в глухой ропот и агрессивное молчание, а взорваться уже потом. Либо будут привыкать жить в этих условиях. Ну, принцип поддержки вооруженных сил Украины украинским обществом, вооруженных сил России и российским обществом разный. Мы поддерживаем, потому что это нас касается всех. Нас касается, а россияне поддерживают, потому что преимущественно это их не касается. Понимаете? Пусть воюет за нас. Да, да, пусть воюет другая абсолютно логика. И вот Кремль сейчас пытается постепенно мобилизировать Россию как государство и российское общество. Постоянно создать военную экономику, прогревая свое общество через пропаганду, которая оказалась недостаточно эффективной, и через мобилизационные инструменты. Он пытается, не разорвав этого социального контракта, но в то же время втянуть все общество в войну, сделать его зависимым, сделать это общество соучастником. Вот если в Украине, условно говоря, вооруженным силам Украины по социологическим опросам помогает, в разной форме участвует, 75-85% общества. Мы все соучастники. То есть, понимаете, в России нет. В России волонтерское движение, социологические опросы показывают. Касается 40% общества. И вот их постоянно пытаются прогреть, дотянуть их до 80% для того, чтобы вытянуть этот ресурс экономический, социальный, вкинуть его в топку войны. Я думаю, что тоже взрывов каких-то не стоит ожидать, но неопределенность в России будет повышаться, и эта определенность может генерировать черных лебедей. Что имеется в виду? Может генерировать какие-то попытки дворцовых переворотов. Ну это громко сказано. Вот в элитах проблемы, а вот в элитах могут быть. Дворцовых переворотов, покушений, террористических атак на руководство, дестабилизации отношений между центром и регионом в отдельных случаях. Но нестабильность будет нарастать из-за таких решений внутри России. Если не найдут пропагандистские или другие механизмы подавления или канализации этого недовольства, в россиян пока есть выбор. Они могут уехать. Ну пока. Потому что тема закрытия границ обсуждается. И границы специально не закрывают. Чтобы говорить им, вы же могли бы уехать. Если не хочешь воевать, уезжай. Ну с мобилизацией, кстати, связаны и риски экономических проблем. Потому что да, вот один из негативных эффектов, он проявился и в структуре трудовых ресурсов. Ну проявился по-разному. Там по этичникам проблема возникла, по некоторым другим специальностям. Так там есть по военным заводам уже, когда практически приходят молодые необтесные, которые ничего не умеют и им предлагают. А планы повышения производства, да, они идут. Поэтому, мне кажется, знаете, вот хороший инструмент для анализа дальнейшего развития ситуации, это то, что было вот в Советском Союзе, в частности в 80-е годы. В других формах, но вот война в Афганистане, далекая война, с меньшими потерями, она создавала психологическое напряжение. Правда, до этого и Советский Союз в кризисе был, в таком психологическом, социальном кризисе. Проблемы нарастали, недовольство, недоверие к власти, к идеологии. В России все-таки другая ситуация была. Вот это было достаточно активное пропутинское большинство. Но именно война, вот изменение отношения к войне, и вот это недовольство, когда уже тебя втягивают в эту войну, оно может стать катализатором изменения социальных настроений в российском обществе. Сначала закрытие от войны, попытка уйти от этой войны, потом выражение того или иного неприятия в разных формах. И вот взрываться может точечно. В регионах, где накопилось социальное напряжение, ну как вот со временем в Хабаровском крае взорвалось и зафургало. И до сих пор не успокоилось полностью. Да, да. Вообще Дальний Восток в этом плане регион сложный, потому что там есть социальное протестное настроение. Вот крупные города, потому что традиционно там была социальная база для протестов, молодежь. Молодежь меньше всего поддерживает войну, в отличие от старших возрастных группы. И мобилизации как раз коснуться может их. Поэтому вот она тоже потенциальна взрывопастная группа. Но как-то на выборы может повлиять на результаты? Ну, теоретически может. Слушайте, но выборы же там очень условные. Это политтехнологическая акция. На региональном уровне. Вот протестный электорат может сыграть свою роль на региональных уровнях. Он и раньше играл там определенную свою роль. На центральном нет. Вот, кстати, посмотрим, как будет осень. Да, да, волна муниципальных выборов. А с выборами центральными, ну, некоторые российские коллеги говорят, что в случае, если проблемы будут очевидны, и они будут нарастать, тогда просто отменят выборы. Или заморозят их, скажем так, на определенное время. Вы, кстати, напомнили одну тему. Мы сделали материал на системе относительно российских олигархов. Посмотрели, какое количество денег вывезено. И, в общем, там, конечно, таким неутешительным выводом пришли. Ну, как неутешительным. Для них, наверное, штамма из первой сотни больше половины вообще не имеет российских паспортов. То есть они уже там или другие паспорта. Ну, и у нас, как оказалось, не все имеют. У нас, да, не все, да. Это многие подозревали. Более, по-моему, если по активам смотреть, там около 400 миллиардов в различных формах они имеют за границей. А вот действительно, можно ли рассчитывать на какой-то внутренний бум или на какую-то такую, не знаю, позицию, да, при которой что-то поменяется в Кремле? А как они могут повлиять? Вот ропот или вот это вот в разговоре известном, да, между Йосифом Пригожиным и Фархадом Ахмедовым, да. Друг другу поплакаться в жилетку, поматюкать разных там начальников, даже Путина. И от грести под. Да, а сейчас уже тоже. Я думаю, что по телефону точно это обсуждать не будут. Слишком это опасно. Но они недовольны. Но они же прекрасно понимают, что они теряют. То есть Путин тоже, если помните, на выступлении по федеральному собранию сказал, что мне не жалко, в общем, это все наворованное, забирайте. Но это Путин сказал. А им что делать? Вот что они могут противопоставить? Они не могут повлиять на ситуацию в Кремле. Реально на ситуацию в Кремле, ну какие-то там вот конспирологические ситуации, там какой-то заговор или что-то еще, повлиять могут либо спецслужбы. Либо федеральные службы охраны, которые, ну, под Путиным. И там это путинская притарианская гвардия. Поэтому как-то маловероятно, что они будут это делать. Вот ФСБ, там спецслужбы, военные, при определенных раскладах теоретически они что-то могут сделать. То есть те, у кого силовой ресурс. Ну и люди, которые, скажем так, связаны и с бизнесом, и в то же время с администрацией. То есть вы утренний будет не верить? В Кремле. Да, нет. Но я пока очень скептически. Ну, олигархи могут профинансировать какую-то подводную лодку Украины, которая подорвет северный потоп 5. Ну, мы шутим, конечно, в этой части. Но думаю, что нет. Более того, я считаю, что это ошибочная политика со стороны была Европейского Союза и США. Всех под одну гребенку. Необходимо было селективно. Даже если не хватало данных, просто по алфавиту через одного. Для усиления внутреннего недоверия. Потому что сейчас олигархи российские, те, которые живут в России, тотально зависят от Путина. Раньше нет. Раньше у них были активы на Западе. Они могли там жить, пользоваться ими, развивать там бизнесы. По факту, да, их оставили без ума. Их загнали под Путина. Ну, кстати, сейчас, я думаю, что могут вот эту дифференциацию уже по фридмам, но увидим. Там часть обвинений сняли. Может быть, это такая будет первая ласточка. Посмотрим. Я не исключаю, что определенную дифференциацию они могут носить. Запад тоже учится. Вот они по нефти и газу, санкции сначала там вообще ничего. Вопрос только долго учится. 9 месяцев. Ну, а что делать? Я вам скажу, к этой войне никто не был готов. В полной мере ни Россия, ни мы, ни Запад. Поэтому приходится учиться на ходу. Только геймеры были готовы. Ну, геймеры... Но, к сожалению, это не война виртуальная. Вот в чем проблема. Руслан Гортник, Владимир Фисенко. Большое вам спасибо. Это система. Друзья, подписывайтесь, пишите ваши вопросы. Всего доброго. Счастливо. Спасибо. ПО所わ occur. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok